И в завершении выпуска Наринмар вновь посетил депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. На этот раз в рамках рабочей поездки он побывал в конно-спортивном клубе «Фортуна», а также на местном рынке. Зачем, знает Любовь Пермякова. Пожалуйста, вот здесь у вас нет хозы. Вот этих хоз мы выкормили с руки, с сосок. Сейчас они дают молоко, они сейчас все к вам вылезут с удовольствием. Вот они хорошие. Даже не знал, что у вас здесь такое в Наринмаре есть. Угощением от депутата Государственной Думы Ярослава Нилова многочисленные питомцы клуба «Фортуна» очень рады. Знакомство проходит в теплой обстановке. На контакт с политиком пошел даже вспыльчивый козел-ляпа. Давайте его прикроем, а то он такой товарищ может и... Поднуть? Может, да. Он женщин больше любит, чем мужчин. Кстати, козел-ляпа, несмотря на непримиримый характер, очень харизматичный. Он неоднократно принимал участие в съемках наших программ, где с удовольствием позировал перед камерой. Вообще, в клубе каждое животное уникальное, со своей интересной судьбой. Вообще, лошади собраны с разных мест. Начнем с того, что белый конь Манхэттен, вот который мы сейчас покажем, покатайтесь на котором, он в свое время стоял в президентском полку. Он списан. Судьба была сначала в Москве, потом попал он в Кировск, потом попал он в Севтывкар и в итоге приплыл к нам. Да. А конный жеребец нефрит, если у нас такой стоит, с московского ипподрома. Он также занимал перцевые места, был продан, как ему исполнилось, пять лет. В это время списывают лошадей уже на мясо. И мы, естественно, его выкупили. Еще два коня, жеребец и кобыла тут, они приехали к нам с клуба «Прора». И вот таким моментом. Это момент, не поверите, если в том году была погода в этом минус 40 везде, по всей России у конников фотографии лошадей волосатые, то на ренмарские лошади были лысые и гладкие. Это вообще как бы был нонсенс, все удивлялись, все зависит от питания. Хорошее питание и содержание животных требует больших финансовых затрат. В настоящее время клуб находится на собственном обеспечении. Правда, помогает с продуктами, медфуд и дом престарелых. А ухаживать неравнодушные школьники. «Фортуна» стал местом притяжения для людей из разных уголков округа. Сюда приезжают целыми семьями, группы с детьми, детские сады и пожилые люди. Здесь проходит адаптация людей. Это единственное место, где есть живой уголок. Это единственное место, где есть живот, и которое можно бесплатно погладить, потрогать, поездить. Действительно, все занятия в конном спортивном клубе проходят бесплатно. Часто «Фортуна» устраивает интерактивные площадки для детей, карнавальные шествия и даже конные скачки, которые прошли совсем недавно, 30 июля. Тогда территория туристического центра превратилась в один большой ипподром. Впереди у клуба масштабные планы. О них руководитель «Фортуны» Ирина Саварина поделилась с Ярославом Ниловым. Совсем скоро у них появится новое направление – ипотерапия. Это популярное в настоящее время лечение лошадьми. Ведь верховая езда – настоящая панацея для тех, кто ведет сидячий образ жизни, испытывает повышенные умственные нагрузки, работает с компьютером. С больными будет заниматься ипотерапевт, который совсем скоро приедет из Москвы. Свою помощь в организации работы клуба пообещал и Ярослав Нилов. Следующий свой визит он привезет в «Фортуну» нового питомца. Здесь и контактный зоопарк, и возможность пообщаться с животными, возможность прийти поухаживать за ними, возможность поучаствовать в спортивных мероприятиях, посмотреть на конные скачки. Благодаря некоммерческой организации, которая такую вот серьезную ношу несет, и несмотря на существующие трудности, на серьезное осложнение, вообще все это содержать в связи с тем, что тяжелые климата, географические условия у регионов, все равно нашли возможность. И спасибо таким нерадоношным людям, которые обеспечивают возможность для наших граждан, для наших молодых ребят, девушек, для нашей молодежи приходить сюда, общаться с животными. В заключении встречи молодой политик прокатился на ветеране президентского полка Мерине тракена терской породы по кличке Манхэттен. Любовь Пермякова, Ленин Шишелов, телеканал СЕР.